Всем привет, это Соболь. Сегодняшний выпуск посвящен успеху. Успех это возможность зарабатывать большие деньги за очень короткий промежуток времени. Перед тем, как вы посмотрите стендап, я хочу, чтобы вы увидели и узнали кое-что интересное. Есть у людей такая штука, как... ДЕНЬГИ! И я сейчас их буду зарабатывать! Я хотел познакомить вас с одним прикольным каналом. Это канал Дениса Ковальского. Это автор композиции Чика Саши Ревы. Билану он написал. Держи. Короче, ссылка на его канал внизу в описании. Переходите, смотрите. Он там... К нему приходят разные гости. У него был Галустян, Рева, Глюкоза, Стивен Спилберг, Джентин Тарантино, Александр Глинамесов, Заднеприводов, Артем. Короче, вот все, вот то, что показывает по радио. Он, грубо говоря, он крутит, но в отличие от крутит, крутит, не двигается. Ковальский двигается. Он ходит везде. У него день со звездой. Он типа ходит, смотрит, как живет звезда и так далее. Я к нему не прихожу и не хожу, потому что я не звезда, а ходят реально крутые ребята, которых пиздец, которые едят. По четыре раза в день. Ты мистюбируешь. Да пошел ты знаешь куда. Мы проживаем день со звездой. Мы залезаем в жизнь артистов, звезд полностью. Мы видим их тайны. Они расскажут нам свои секреты, не только свои. Будем ездить на их машинах, просыпаться в их постели, сниматься с ними вместе в кино. Будем все делать, что они делают. Есть их еду. Эй, я кто? Сказочный долбоец. Тебе нравится делать минет любимого? Леш, собаки бешь? Я к пингвину пришел. Ковальский. В общем, все. Переходите по ссылке в описании, смотрите. Хороший канал. Рекомендую. Вы не устали? Нет. Сейчас ебались в брови, да? Да? Они здесь. Они здесь? Хуя не маленькие. Нам нравится? Уеба. Уеба. Что-то я не вижу. Слышь, раздай, дети. Тщательные. Смотри, смотри. Опа. Он уже не детственник, да? Вы пойдете на ютюбчик. Пиздец. Если будет смешно, вы уже уходите? Женщина ушла из улицы. Поняли? Он придет? Нет. Вы не будете? Его и не было. Вот здесь нет. Он никогда не ел. Это под стул, это под кофе под твой стул, да? Это ты, знаешь, в автобусе, блядь, мест нет? Хуя в сумку положила. Типа, сумка устала, а бабка нет, да? Я знаю, что я видел, сколько бабок там стоит на улице. Ты место уступила ей. Ты что? Ты беременна или ты воевала? Какая-то категория? Любойник тут. Ты беременна? Полностью? В животе или на ковке? Как бы кто-то снял хату, да? Ты что, баба зашла, потом барин, блядь, там у них списка, поняли? А давайте начнем вот с тебя. Такие залезные волосы. Думал, здесь будет итальянская вечеринка, да? Или армянские похороны. Ты хотел выглядеть лучше, да? Так, хорошо. Что-то не смеетесь, давай. Так, сложная будет хуйня. Я это не выложу, идите на. Чтоб потом вырежать, что я еблан, нет. Потому что я стараюсь. Это вам похуй. Это... Это... Я реально... Ну знаешь, когда бывает... Бывало такое у тебя? Бывало тёлочка такая красивая, у тебя писька не стоит. Бывало такое? Ну или некрасивая. Да любая тёлочка. Бывало такое? Не разу, а парень, блядь, ну богу, ну кто-то... Кто-то, кто должен привезти в жизнь этот мозг. Я говорю, не знаю, пиздец. Смотри, блядь, бузовку, хуйню выложила. Запуталась в лежаке, пизда, пизда. Как вас зовут? Кирюха. Вот. Поддержите смех. Да нет, не смею. Что-то не смею. Как будто мне в черепе Андрея. Кирилл, браво, блядь. Хорошо, что пришёл. Давай с тобой. Ты Таня, да? Да. Сколько тебе лет? Треть лет. Во. Да? Ты уже заверила? Рожала уже. Зайдёшь бы родить сейчас. Прям в данную секунду. Не теряй. Не теряй год, будет решать. Сейчас, 35 лет, не стрелялся, я теряю. Дальше, Михаил. Хотел бы? Да. Может, мужик есть, мужик? Красивый? Какой хороший. Томар не бьёт. Вот это? А, хорошо. Вот у нас одна вот сзади, вообще не смеётся, вообще не пробит ничем. Про что ты хочешь? Такие генитальные шуточки? Лучше. Как вас зовут? Я. Значит, тебя зовут Алина. И ты пришла на вечеринку? Повеселиться? Да. В чём проблема? Не тухнешь, потому что... Реально, ты хочешь про гениталии, да? Про какие? Женские или мужские? Или животных? Это важно. Если говорить про писька, это неопределённо. О ком? О жирафе, о Орлее. Пись у кого? Хотел бы ты услышать шутки. Давай, пись много в мире. Если ты закроешь глаза и начнёшь их щупать, ты дойдёшь до вечера и не перещупаешь все. Я такой только письки одного вида, понимаешь? Существа. Давай мы нахуй все отсеем, пригласим в комнату пись у кого? Орла. Орла. Давай, про пись у Орла. Хочешь что-то? О, ты гордая. Это самая гордая пись у Орла. Понимаешь? Знаешь, есть Орёл. Есть пистолет. Игл. Вот там такая же форма у него. Итак, про пись у Орла. Так, хорошо. Ты хочешь про пись у Орла, да? Хочу, да. Яй. Ну давай. Хорошо. Вот какая, по-твоему, пись у Орла? Пись у Орла с крыльями? Естественно, интересная логика. То есть, если мы видим Орла без пись, то пись улетела. Правильно? У пись у Орла есть клюв? То есть, пись у Орла — это Орёл. Ну, условно. Хорошо. То есть, если мы видим Орла, есть ли шанс, что это пись? Есть ли шанс, что мы ни разу не видели Орла? Ты думал о Орла? Нормально так? Все. Если вдруг нужно быть шансовщик, ты поднимай руку. Хорошо? И кричи писью, о которой бы хотела и слышать. История. Хорошо. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. И мне кажется, а на что она рассчитывала? Она думала, что она приедет в Россию, и у нее есть какая-то сверхспособность, что она сможет уйти от людей, которые... А? От русала? Ну, то есть это же пиздец, могущественные люди. То есть она же просто сосет члены, ну, по сути дела. Она не обладает никакими сверхспособностями в том. Я про члены, да я же тоже, ты послушай, может, там сейчас писька орла вылетит. Ну, я говорю, пусть ты отвлекаешься. Я мониторю, я всегда смотрю, кто как смотрит, кто не смотрит. Потому что если хотя бы один человек пропал из коллектива, все. Представляешь, ты пошла за грибы. Бабушка, дед, мама, папа, брат, сестра. И как хуяк, бля, где бабушка? Настроение, какое грибы? Ты бабушку будешь искать? Я ищу тебя. Вот, я тебя нашел. Иди сюда. Писька орла. Писька мама на письме. Я не знаю, мать. При чем здесь писька орла, когда спросил, выбери любую письму. Был, блядь, миллиард пись. Ты взяла орла. Я что, виноват, что ли? Ты сейчас меня обвиняешь? Что я иблан. Да, ты какая-то, ты у тебя биполярочка. Ты сейчас кто, типа, такая? Студент? Ты была вообще просто поедатель пись. То есть, портале такого не скажешь. Посмотри. Хорошая. Закрыла мужа дома. Возможно, пизданет сейчас там, блядь, баллон. Она закрыла его. Она хочет свободной жизни. Жить одна. Валенять детей. Она хочет сегодня детей. Сегодня любых взрослых. Похуй. 25 лет. Возьмет себе. Гаст пососать сидю. Отпустит домой. Итак. Вот схватили Настю рыбу. А на что она рассчитывала? Какая была ее деятельность? Она не изучала, там, типа, восточное единоборство. Да? Она просто... Да? Ну вот. Она... Все ее внутренние органы, а мы слышали только такой звук. Передышка. Да? То есть, внутреннее давление на все органы. Да? Пиздец. Позвоночник, 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 учительница. Там, позвоночник, орла. Ну, да? Позвоночник, Настя, руки. Это ебать страшно. Это на организм пиздец. И это не то, что кто-то пришел. Нет, это... Не как, знаешь, открывай, открывай. Ебать, тетя Лариса. Ну, то есть, блядь, какое-то приятное ощущение. Как она хотела справляться с машиной вот этой? На нее ФСБшник, она... Секунду! Блядь, это опускаемые! Ну, то есть... Я к тому, что... Если бы она сосала... Ну, не пиздец, потому что они не дают никакой мощности. Вот кто-нибудь сосал? Вот девчонки, понимаете, кто сосал пиздец? Кто-то... Не стесняйтесь. Мне надо же горло как... Не знаю, я... Я такое больно, чувак! Кто сосал пиздец? Поднимите руки. Хорошо. У кого знакомые сосали пиздец? У тебя знакомые сосали пиздец? Боя. Боя? А, подожди! Алина! Подожди. Скажи. Не орла? Потому что я когда-то сосала даже пиздец орла, возможно, ты сосала орла. Это не считается. Так они выяснили, как выглядит орел. Не пиздец. Кто сосал пиздец? Покажи. Ну правда, это ничего. В этом ничего нет засорного. Я не говорю, что кто ел пиздец. Это же пиздец. Это ужасно. Мужскую пиздец? Да, мужскую пиздец. Ну вот, давайте. Ну вот ты. Можно я про Настю Рыбку расскажу? Ты знаешь ее? Ты знаешь ее? Ты знаешь ее? Короче, она сидела в Чемпе, Хайланде. Так. И она решила там фонсироваться в президенты Беларуси вместо Николашенко. И ей помогает Алекс Лесли, это ее наставник. Да. Он шутит. Ты зазала пиздец? Скажи. Ну было такое в этот раз? Ну один раз. Было или нет? Я знала, что я пиздец. Я знала. Я знала. Тогда? Точно ничего не будет потом? Ничего не будет. Ну вот, я не понимаю, на что она рассчитывала. Здрасте. А куда она знает? Да, коллега подходит. Мы с моим коллегой, мы копы. Эрик Джонсона, Эрик. Мы выясняем эту историю. Пытаемся раскрутить даже в ЦАР. Короче, я был в Таиланде. И ночью услышал звук. Жена говорит, наверное, это птица. Да? Ну обычный мозг сразу поймет, что это птица. Или какой-то яблан свистит. Я надвигаю. Таракан. Пел. Там, блядь, пел таракан. Я подумал, может мы их недооцениваем. Вот просто вы подумайте. Мы им не даем шанса. У них там, в Таиланде, много свободного времени. Там все время туристы. Нет до них времени. Они тусуются. Таки раз, и этот поет. Что мы делаем со своими тараканами? Мы видим, сразу, блядь, нахуй, нахуй. А дайте им раскрыться. Дайте им шанс попробовать себя. Это как люди. На остановке трое хуяк сидят. Ты же не подходишь сразу, хуяришь там, цапогон. Нет, дайте им шанс. И тараканы так же, они тусуются. Они, как, ну, включая себя, бегут. Куда они бегут? Мы никто не узнаем. Мы сразу хуяк. За книгами, может быть. В радио, в iTunes, да? Послушать, что там сейчас, блядь, да? Что сегодня? Новый раз, нет. Маск-баскер, заедись. И дальше за холодильник. Туда им, бум. Вот что модно, вот что в тренде. Самый талантливый из них какой-нибудь гена, гена. Кирилл, понял? Как ты, а не как мы. А он там раз, я, да? О-о-о-о-о-о-о-о. И вдруг ты ночью, не трогай у этих тараканов. Вдруг ночью сидишь, слушай, там ночью. Где-то там, где-то, из-за того живет. В разные места. Кир живет. В квартире? Ну мало, я же не знал. О, блядь, коробки, блядь. Это вы, блядь. Не про тебя. Это выгибать неинтересно. А так про тебя. Слышишь, да? Гулят. Пиздец, да, перья. Ты его взял, помыл, одел, сшил ему костюм. Ну, хуй, блядь, там ткани-то надо. Вот, чуть-чуть-то баску надо, пиздец. Две шторы. А ему чуть-чуть. И гулят на Евровидении, на конкурс. Он пробьется. Он пробьется. Таракан. Да, говно вопрос. Ему надо-то там чуть-чуть хлеба. Он поел, и там. Знаете, что сколько бы ни платили денег человеку, у него всегда будет желание заработать больше. Кто из вас получает деньги? Вы получаете кто-то деньги? Хочете еще больше получать? Нет. Да, конечно. Нет, смотрите. Не хочешь больше получать? Как тебя зовут? Оля. Ну, придешь, придешь, они такие, Оля, что-то мы подумали. Хоть тебе еще. Все скажешь. Иди нахуй. Я однажды у Барри Ляплокина держусь, но, в принципе. Вот и дуэт. Сейчас дуэт распадется. Так вот, как можно больше людей в любом случае хотят получать, потому что там всегда всего мало. Живешь с красивой женщиной, смотришь на дорогих красивых. В любом случае. Там есть придатая кутка. Прошло время. Хочешь еще? Ну, такие, и главные. Но все время бесконечная тяга к тому, что вот что-то еще. Да? Есть писька. Да? Вернемся. Давай. Такое, бля, творчество. Я только об этом шучу. Шопы, письки всякие. Вот, где-то, скользкая. И есть писька. Хочется еще чуть-чуть. Вот хочется тебе еще чуть-чуть письки. Нет. Единственное, кому не хочется еще чуть-чуть письки, это женщине. Вам наоборот хочется поменьше, да? Как в субботу бы, да? Я уже вторник, уже не вернусь. Говорит здесь. Сейчас, сейчас. Сейчас я вернусь наоборот. Вы все снимаете на камеру или все не ловите фокус? Фокус. А потом вы не будете выкладывать? Куда выкладывать? Выложим. Куда выкладывать? Слава богу, у нас в олдфаке здесь. Куда выкладывать? Я положу на полку, естественно. Только никуда не выкладывать. Или выложите только вот, выделите минуту и закачайте на Snapchat. Все, никто не увидел. А мне кажется странным, что геи избравили своим символом радугу. Я не гомофоб. Но собирать радугу... Радугу... Это цветное... Я не могу это слышать. Я из-за васика. За васика? Я за васика. Не, просто мне интересно, почему радуга? Потому что, в принципе, они же могли забрать все, что угодно. Ведь в мире очень много природных явлений, которые, блядь, свободны. Собирайте... Молнию. Молнию? Да, братан. Молнию собирайте, да заебись. Гейская хуйня. А радугу-то эти нам. Верните нам, блядь, радугу. Заберите ее вону туман. Туман. Туман ваша, блядь. Пускай у них на флагах туман, блядь. Заберите, это как белая мутная, блядь. Это гейская тема. А радугу, пускай отдайте, блядь, другим. Отдайте кому угодно. Вот скажите, сколько можно выпускать хуевые продукты? Есть, вот есть сосиски. Например, я попробовал одни сосиски, недорогие. Хуйня. У людей так мало денег. Сколько у людей денег? Семь. Понимаете? У кого-то шесть. У кого-то шесть, да, да. А у кого-то восемь, да? И мы их не любим. Ученый всегда пишет, что пишет. Протокол, да. Он был мягкий, но лег на мяг на Путина. Да? Предлагаю проверить это, чем можно. Также описывая сосиски, человек сделал легкую метафору на христианский крест. Но я имею в виду, что фасистка это одна переглавительная, а вторая переглавительная, а вторая переглавительная. Он как бы разрушил крест, тем самым скорбит нашего идола. Блин, а время игланское вообще. Субтитры делал DimaTorzok